В этом году вы проходили какие-то трудности, переживали боль, но трудности пришли не для того, чтобы остаться, но чтобы пройти. Кто-то пережил увольнение, лишение и болезни, но ваши болезни пришли не для того, чтобы остаться, а не пришли, чтобы пройти. Скажите, пройти. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться с ним и с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Скажите все, спасибо следующее. Порой мы застываем на определенном моменте, остаемся там на годы, и нам так трудно отпустить ситуацию или проблему. Мы застреваем в этом надолго. И сегодня я хочу поговорить о том, что все, через что вам довелось пройти, и каждая ситуация, которую вы пережили в этом году, служила вам во благо. Это сделало вас сильнее, преподало вам урок. Но это не был сам пункт назначения. Люди застревают на одном месте, в одном и том же рву. Они вспоминают прошлое. Они так благодарны за то, что было. Им так не хватает того, что было раньше. Они идеализируют прошлое. В 80-х церковь победы была очень крутой. Жизнь тогда была намного лучше. Я так скучаю по колледжу. Хорошо быть благодарным. Многие люди, как Питер Пен, хотят оставаться детьми и никогда не вырасти. Им страшно продвигаться дальше и наслаждаться успехом этого дня. Или они застревают в провалах и в горечи от того, что случилось. Я в таком состоянии, что не знаю, как двигаться вперед. Давайте откроем наши Библии в Луки, глава 2, стих 1. Воскликните Богу. Кто из вас рад, что вы могли пережить этот год? Вы говорите «Спасибо». Следующий. Прежде чем перейти к следующему, нужно осознать, что сейчас произошло. Луки, глава 2, стих 1. Это часть рождественской истории. Стих начинается со слов. «В те дни вышло повеление сделать перепись». Всё, что происходит, происходит не случайно. Этому надлежало произойти. Слово «надлежало» в английском буквально «пришло, чтобы пройти». Встречается в Библии около 450 раз. Жизнь Авраама, жизнь Руфи и даже жизнь Иисуса. Этому надлежало быть. Это прошло, чтобы исполниться. В этом году вы проходили какие-то трудности, переживали боль. Но трудности пришли не для того, чтобы остаться, а чтобы пройти. Кто-то пережил увольнение, лишение, судебные тяжбы, операции, болезни. Но ваши болезни пришли не для того, чтобы остаться. Они пришли, чтобы пройти. Скажите, чтобы пройти. Нельзя оставаться на месте. Мы извлекли урок из того, что пережили, и идём дальше туда, куда ведёт нас Бог. Этому надлежало быть. И в 19 стихе 2 главы Луки написано, что Мария сохраняла все слова Сии, слагая в сердце своём. Пережитое и услышанное от Ангела, она оценила как сокровище. Многие готовы к чему-то новому, но у них провалы в памяти. Они входят во что-то новое и повторяют все те же самые ошибки, от которых Бог пытался их освободить. Незрелость и претензии. Им всё ещё нужны подгузники и пустышка, хотя они уже подростки. Следовало отказаться от подгузников ещё в три годика. Но вы решили оставаться младенцем. Итак, Мария размышляла над тем, что ей сказал ангел, что Бог мог вести её дальше. Если не размышлять над тем, что случилось, можно упустить важный урок от Господа. Я хочу показать вам четыре вещи, какие Мария сохранила в своём сердце. Мария сохранила в своём сердце. В 77-м Псаломе сказано, что народ израилевый забыл чудеса, которые явил им Господь, и им пришлось блуждать по пустыне. Многие люди не воспринимают благость, которую Бог явил им в жизни. Они не помнят уроки, которые Бог помог им излечь из трудных ситуаций. Проблема в том, что мы часто помним то, что нам пора забыть, но забываем то, что нам следует помнить. Мы помним наши ошибки, наши провалы. Мы помним, где люди нас разочаровали, помним, кто и как нас огорчил. Но мы не помним, чему Бог нас учил. Но Мария учит нас размышлять над пережитым. Людям сложно размышлять над тем, что сделал Господь, ведь надо разбить всё по категориям. Я дам вам четыре категории того, что было в нашем прошлом, чтобы вам быть уверенным в будущем. Первое, что произошло с вами. Мария размышляла о том, что с ней произошло. Во-первых, она пережила встречу с Ангелом Божьим, и она зачала от Духа. Она встретилась со своим женихом Иосифом, и он хотел отпустить её, но потом он всё же решил на ней жениться. С ней произошёл ряд событий, которые изменил всю её жизнь. Вам нужно размышлять над тем, что произошло с вами в этом году, плохое и хорошее. Бог использует ваш опыт на благо вам. Ничто не происходит случайно. Если вы ходите в Духе Благодарности, вы видите каждого человека и каждую ситуацию, потерю или приобретение, успех или провал, как урок перед новым этапом. Извлекайте уроки из прошлого. Записывайте их в свой блокнот. То, что с вами произошло, приводит вас к следующей категории, что произошло для вас, что Бог сделал для вас в то время, как жизнь хотела обратить что-то против вас. В это время Бог что-то сделал для вас. Он освободил вас от неправильных мыслей и неверного состояния сердца. Освободил от людей, которые пришли и ушли, а вы думали, что они с вами навсегда. Бог решил некоторые вещи убрать из вашей жизни. Я должен был провести тебя через это. Я знаю, тебе было тяжело. Не я причина этого зла, но я обернул его во благо тебе. Кто в этом году пережил что-то плохое? У кого были тяжелые обстоятельства? Наша ошибка в том, что мы недостаточно размышляем о случившемся. Мы торопимся сделать следующий шаг. Но для того, чтобы подготовить себя к следующему шагу, вам нужно размышлять о том, что случилось с благодарностью Богу в сердце. Благодарите Бога за то, что Он совершил в вашей жизни в этом году. Благодарите Его за то, что Он вас провел. Давайте прямо сейчас прославим Бога за то, что Он делал для вас. Воздайте Богу славу за то, что Он сделал в вашей жизни. Третья категория. Что произошло в вас, внутри вас. Мария размышляла о том, что произошло с ней, для нее и в ней. Она была беременной обетованием. Она носила в себе Спасителя, будущего всего мира. В ее теле происходили перемены. Внутри вас тоже в этом году происходили перемены, которые вам во благо. Бог менял ваш характер. Вы учились доверять Богу. Когда не знали, что вас ждет впереди. Не знали, справитесь ли вы. Кого-то Бог вернул к призванию в этом году. Он хочет показать вам, какой вы настоящий, показать вам оригинал, какой вы, когда пытаетесь произвести впечатление на людей, доказать, что вы чего-то стоите. Вам не нужно искать одобрение всех людей, ведь в конце жизни единственные, кто скажет, «Хорошо, добрый или верный раб — это Бог, а не кто-то другой». И четвертое, что Бог сделал через вас. Мария размышляла, что случилось с ней, для нее, в ней и через нее. Кого Бог ободрил через вас в этом году? Поймите, что многое, что у вас происходило в этом году, происходило не ради вас, а ради кого-то еще. Может, вы свидетельствовали людям, ставили ли цели себе в этом году, касающихся других людей, или вы думали только о себе. Нужно об этом размышлять. Дело не в самокопании, но важно подготовить себя к следующему шагу. Перестаньте говорить о прошлом, как о лучшем, что когда-либо с вами произойдет. Вы прошли через это, чтобы иметь уверенность в Боге для следующих шагов. Спасибо, следующий. Скажите все, спасибо, следующий. Но помышлять о прошлом можно двумя способами. В 17 главе Луки Иисус дает нам важный совет. Не оглядывайтесь назад, как жена Лота. Мария оглядывалась назад с благодарностью в сердце, с поклонением и уверенностью. Она верила Богу, что Он ведет ее во что-то новое. Жена Лота настолько любила свое прошлое, что не могла сделать шаг вперед к чему-то новому от Бога. Она жила в Содоме. Это был город греха и сексуальной распущенности. Бог говорит, «Я хочу вытащить вас из такого образа жизни и этой зависимости. Я хочу вас вытащить из этой среды, из этой ситуации, которая обернулась вокруг вас». И когда Бог выводил Лота и его жену из города, Он велел им не оглядываться назад. Но жена Лота оглянулась с чувством сожаления. И оглянувшись, она превратилась в соляной столб. Она упустила будущее, которое имел для нее Бог. Все меняется в вашей жизни после вашей встречи с Иисусом. Меняется ваш взгляд на многие вещи. Меняется ваше отношение к людям. Вы больше не относитесь к людям, как к пустому месту. Вы больше не судите о людях по цвету кожи или по тому, через что они прошли. Матфея, 2 глава. Волхвы с Востока искали рожденного Иисуса, чтобы поклониться Ему. Водни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на Востоке и пришли поклониться Ему». А кому пришли поклониться вы в это утро? Для чего вы здесь? Для чего вы живете? Что вы ожидаете увидеть в будущем? Если вы ищете деньги, славу и успех и пытаетесь выглядеть хорошими в глазах людей, то, уверяю вас, внутри вы остаетесь пусты. Поэтому Бог говорит, «Я создал вас, чтобы вы поклонялись Мне». Не потому, что Он так любит сам себя, что желает, чтобы все Его восхваляли, потому что Он так не уверен в себе. Вы поклоняетесь тому, что вам нравится. Вы любите спорт, и поэтому вы страстный фанат. Вы болеете за свою любимую команду. Вы посвящаете этому время. Вы изучаете то, что захватывает ваше сердце. Вы отдаете этому все свое внимание. Вы думаете, что найдете удовлетворение в еде, в ресторанах, в покупках, в спорте, или в том, что вы все про всех знаете. Но Бог говорит, что ваше сердце так и останется пустым. Только если вы будете поклоняться Богу, Он удовлетворит самые глубокие потребности вашего сердца. Эти волхвы были мудры, и они знали, что не стоит поклоняться деньгам, успеху и славе. Нужно поклоняться царю царей. Мы пришли, чтобы поклоняться. Скажите, «Я пришел поклониться». Я не пришел поклоняться пастору или проповеднику. Я не стану приходить в церковь только тогда, когда проповедуют популярный спикер или тема мне по душе. Я буду приходить в церковь каждую неделю приходить к Иисусу и возвышать Его имя. Я хочу поклоняться Иисусу. Я не буду приходить только на пасхальную или рождественскую постановку. Волхвы спросили, «Где он?» Ирод почувствовал угрозу. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Он начал расспрашивать, где ему должно родиться. Они сказали ему, «Вифлееме». Пророк сказал, «Ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой». Бог возвеличивает маленькие места и ценит все наши маленькие шаги. Если хочешь, чтобы твой следующий год был невероятным, начни с малого. Начни приходить в церковь каждую неделю. Начни говорить дорогим тебе людям, что ты их любишь. Начни с малого, и Бог поставит тебя над большим. Ты хочешь, чтобы в твоей семье произошли перемены? Тут не поможет возложение рук служителей или твой выход к алтарю. Иди домой и начни делать маленькие, но важные вещи по дому. Из твоих малых шагов Бог произведет перемены твоей семьи. Бог говорит, «Вифлеем» — совсем небольшой городок, но оттуда выйдет великий вождь. Тогда Ирод тайно призвав волхов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Разведайте, младенцы, и известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Он манипулировал ими. Это был безумный и жестокий царь. И вот он сильно встревожен. Он начал чувствовать себя неуверенно, боясь потерять власть. Он был очень эгостичен и завистлив. Он хотел, чтобы о нем знали все. Волхвы ушли и нашли младенца. Они принесли ему золото, ладан и смирну. И 12 стих, место, которое проговорило в мое сердце, и, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Они вернулись другим путем. Бог предупредил их, «Не идите по пути, по которому шли сюда». Вы пришли в церковь одни, но покинуть стены церкви вам нужно уже совсем другими. Вы пришли сюда, полные жалоб, цинизма и разочарований. Но Бог говорит, вы должны выйти отсюда с благодарностью в сердце, с добрым отношением. Вы вошли в свой брак одними, но Бог говорит, «Я использую болезненные ситуации, чтобы очистить ваш организм от эгоизма, чтобы вы не думали только о себе». Вы не можете идти прежним путем и думать, что ваш брак сохранится. Вы не можете ходить прежними путями и ожидать, что освободитесь от зависимости. Я не знаю, может, все в этом году вы жили совершенными мыслями, совершая совершенные дела. И в вашем сердце всегда было правильное отношение. Если вы такой человек, я хочу быть похожим на вас. То, что произошло со мной, для меня, во мне и через меня, кое-что мне показало. Показало сферы, в которых Бог еще должен поработать со мной. Поработать с моим терпением, с моей уверенностью. Нельзя идти тем же путем, по которым ты пришел, и ожидать, что Бог тебя благословит. Не возвращайтесь к Ироду. Избегайте встречи с ним. Пойдите новым, другим путем. Вы пришли сюда одними людьми, но пережив встречу с Иисусом, вы должны выйти отсюда другими людьми. Меняется ваш взгляд на многие вещи. Меняется ваше отношение к людям. Вы больше не относитесь к людям, как к пустому месту. Вы больше не судите о людях по цвету кожи или по тому, через что они прошли и как они выглядят. Твой взгляд на жизнь меняется. Ты уже не циничный, разочарованный человек, который вечно жалуется, что что-то изменяется. Скажите, что-то должно измениться. Бог смотрит на вас и говорит, спасибо за то, как ты прожил этот год. Но пришла пора тебе вырасти и перейти на новый уровень. Пришла тебе пора вырасти и войти в то новое, что я приготовил для тебя. Пришла пора тебе сказать спасибо за то, что я уснил в этом году. Я больше не могу повторять одни и те же ошибки. Спасибо за все уроки жизни, но теперь наступила пора для следующего шага. Мне нужно выплюнуть пустышку изо рта, снять себя под гузники. Я не могу навсегда остаться в Вифлееме, пройти новым путем, войти в новый сезон моей жизни. Когда я сбиваюсь с пути, мой телефон сразу выстраивает для меня новый маршрут. Обычно он дает мне маршрут с тремя поворотами. Сверните направо, потом налево, потом опять налево, и вы снова окажетесь на верном пути. Также и в вашей жизни должны произойти три важные перемены внутри нас. То, что внутри нас, повлияет на все, что вне. Фокусируясь только на внешнем, мы упускаем все, чему нас учил Бог. Не фокусируйтесь только на том, как заработать денег, похудеть, прочесть книги, закончить учебу, жениться, купить новое или старое, дом, яхту, что угодно. Но фокусируйтесь на том, что внутри вас. Пора измениться внутри. И так, три новые вещи. Во-первых, нужно изменить свое отношение. Это определит, как высоко вы сможете подняться. С правильным отношением сердца вы сможете далеко пойти с Богом, если в вашем сердце будет смирение. Избавьтесь от идеи, что все вокруг рождены, чтобы вам угождать. Осознайте, что мир вращается не только вокруг вас, а также пришла пора вам отказаться не реалистичных ожиданий. Это давит на окружающих и на вас самих. Вы пытаетесь быть совершенным во всем. Пусть в вашем сердце будет благодарность даже за то малое, что вы имеете. Пусть ваше сердце смиренно говорит, «Господь, спасибо, что я живу. Я не хочу смотреть на что-то или на кого-то с мыслями о том, что они могут сделать для меня, что я могу сделать для них. Я хочу быть лидером, который служит. Я хочу служить тебе, служа людям. Я хочу прекратить постоянно думать только о себе и о своих нуждах. Спасибо, Бог, но пришла пора мне стать взрослым. Состояние моего сердца должно измениться. И второе, изменить свое стремление, свои амбиции. К чему вы стремитесь? Кем хотите быть и что делать? Пора нам иметь устремление, которое принесут Богу славу. Нам нужно стремиться быть более похожими на Иисуса и жить так, как жил Он. Вы не можете быть теми, кем Бог вас призвал, если прежде в своем сердце не положите такого намерения и устремления. Это не происходит само по себе. Те, кто молятся, молятся не случайно. Мужчины, уважающие женщин, а не те, кто пользуются ими, прежде чем стать такими, положили в сердце быть мужами по сердцу Бога. Прекратите вести беспорядочную и грязную сексуальную жизнь. Это разрушит ваше будущее. Ваше будущее — это ваша жизнь. Не стоит разменивать его на временные удовольствия. Через 30 секунд они перестанут вас удовлетворять. Скажите, я меняю свои устремления, то есть желания. Вы можете контролировать свои желания, для этого нужна самодисциплина. Вы ставите намерение. Я буду женой, мужем по сердцу Бога. Я ставлю цель ходить в терпении в этом году. Я ставлю цель стать тем, кем Бог призвал меня быть. И когда вы работаете над целями Бога, Бог работает над вами, над вашим состоянием сердца и способностью к самоконтролю. Третье — измените свой аппетит. Чего вы жаждете? Что вызывает у вас голод? Вы входите в новый сезон, и вы не должны продолжать есть и пить то, чем вы питались и что пили в прошлом сезоне. Если вы хотите увидеть реальные перемены, вам нужно изменить то, чем вы питаетесь. Когда у вас высокий уровень холестерина, врачи рекомендуют сократить потребление некоторых продуктов. И точно так же, если у вас высокое кровяное давление. Так же, и когда ваш духовный человек слаб, проповедник говорит, вот от чего вам следует отказаться. И вы кричите, он законник. Представьте, что вы говорите это своему врачу. Врач хочет, чтобы вы жили. Если последующей рекомендацией, будешь жить. Вы законник. Он скажет, я вообще-то просто хотел помочь. Я хочу помочь нам как церкви быть духовно сильными, а неравнодушными и слабыми, чтобы мы жаждали не просто вкусненьких проповедей, но имели голод по Слову Божьему, голод Божьего присутствия и силы Божьей, не иметь цинизма в своем сердце, но положиться на Бога и славить Бога, поклоняться Ему. Спасибо следующее. Чему именно в вашей жизни вы должны сказать? Спасибо следующее. За что вы вцепились с мертвой хваткой? Какую проблему, трудность или ситуацию вы прокручиваете в вашем разуме? За какую ошибку или провал вы бичуете себя? Вы просто должны сказать «Я благодарю за усвоенный урок». Следующий. Мне пора идти дальше. Возможно, кто-то плохо с вами поступил, огорчил вас или предал. Вы должны сказать «Господь, спасибо, что это прошло. Это было, но это не останется в моей жизни навсегда. Это было временно, и я иду вперед. Что бы это ни было, не держитесь за это. Отпустите». Я хочу, чтобы по ту сторону экрана вы произнесли следующие слова. Спасибо, следующий. Я хочу, чтобы вы помолились вместе со мной, готовясь к тому, что Бог приготовил для нас. Это молитва про возглашение нашей зависимости от Бога. Мы доверяем Богу наше будущее, и оно будет лучшее, чем прошлое. Скажите, Иисус, я покоряюсь Тебе. Спасибо за то, что Ты сделал в моей жизни, за все благословения в прошлом, но я не буду жить в прошлом. Я иду вперед. Спасибо, Бог. Теперь следующий этап. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что двигаясь вперед к следующему этапу, вы увидите новые и лучшие мечты, цели и предназначения от Бога для вас. Лучшие еще впереди. Если вы когда-нибудь будете в Талсе, штат Оклахома, приходите к нам на служение. Мы сделаем так, что вы чувствовали себя как дома. Информацию о наших служениях вы найдете на нашем сайте. Вы также можете смотреть онлайн наши прямые трансляции каждую неделю. Мы очень любим вас и молимся о вас. Ваши лучшие дни перед вами. Спасибо. Следующий. Субтитры подогнал «Симон»